Продолжим выпуску. Уровень заражения коронавирусом в регионе значительно снизился. С начала февраля зарегистрирован только один случай COVID-19. Однако в области наблюдается заболеваемость ОРВИ. В настоящее время на стационарном лечении находятся 49 пациентов. Подробнее в следующем материале. С начала года более 7 тысяч человек заразились ОРВИ. Более половины из них беременные женщины. Остальные дети до 14 лет. Большинство случаев было выявлено в городе. Шесть фактов зарегистрировано в Каргалинском, по пять в Муголжанском и Хронтовском районах, по четыре случая в Кабдинском, Мартукском и Тимирском районах. Хотел бы напомнить еще раз меры профилактики против острых вирусных инфекций, в том числе гриппа, в том числе коронавируса. В первую очередь необходимо своевременно получать вакцинацию, потому что вакцина, бесспорно доказанный, самый эффективный метод против заражения воздушно-капельными инфекциями, на которых есть вакцины. Следующее, я бы хотел еще раз напомнить, это соблюдение личной гигиены. Если человек заболел, то необходимо немедленно обращаться к врачам по месту жительства. Недавно в Ак-Тубе было доставлено около 9 тысяч доз вакцины Pfizer. Все они были распределены в поликлинике. Специалисты призывают граждан пройти ревакцинацию, так как именно благодаря коллективной вакцинации удалось защищать стабильные эпидемиологические ситуации. То, что у нас эпидемиологическая ситуация стабильная, республика находится в зеленой зоне, это в первую очередь благодаря вакцинации. Если сравнивать с другими странами, у нас так называемый коллективный иммунитет мы достигли благодаря вакцинации. Поэтому этот уровень мы должны поддерживать. Сейчас ожидается еще дополнительной поставки Pfizer. Около 20 тысяч доз мы ожидаем. Поэтому всех граждан, вне зависимости от возраста, кроме детей, дети, вы знаете, у нас с 19 лет прививаются, получить вакцину. Следует отметить, что в городе проходит лечение 49 человек, инфицированных ОРВИ и гриппом. 38 из них дети. По районам под наблюдением врачей находятся 10 пациентов, поступивших в больницу с простудой. Жасан Желубаков, Бахожан Едагиев, телеканал Актубе.